Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наш прямой эфир. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер медицинский центр призма, а у нас в студии Андрей Мишин, которого мы рады видеть. Андрей, здравствуйте. Добрый. Спасибо, что вы к нам выбрались. Я должна нашим зрителям признаться, что мы с Андреем говорили, какие темы могут быть интересные. И вдруг Андрей сказал такую интересную фразу. А мы поговорим о выборах везде. Ну, раз уж о выборах везде, я так понимаю, что мы будем говорить и о местных выборах в России, и о выборах в Белоруссии, и, наверное, о выборах в Украине. Я не знаю, правда, как они связаны все вместе. Может, вам удастся это увязать. Но вот, наверное, давайте начнем. С каких выборов начнем? На ваш выбор. Теперь на ваш выбор будем говорить о выборах. Мы начнем с политических кризисов еще 50 лет назад. Ого! Не о том. Просто давайте сказать, в мире сейчас идет везде, все происходит на волне протестов. Значит, оно как в США, итоги в Белоруссии, в воскресенье прошли выборы в России, у нас местные выборы, выборы у наших соседей в Молдове. И среди всех этих, что связывает, вот я, когда готовился у вас в гримерке к эфиру, для себя подумал и понял, ну, понимаете, когда была предыдущая такая волна протестов. 68-й год. Это вот и Франция, и США. Это вот когда пришли новое поколение молодое, модернистское поколение. Когда пришли уже, как бы, классические партии, этот мир пережили. Они остались, как бы сказать, защищать интересы определенных классов тогда. Но, значит, просто, значит, где-то и наша независимость связана с тем поколением, которое в политику пришло вот как раз в конце 60-х, 70-х годах и в Советском Союзе. То есть, ну, появилось вот с их взглядами. Это и рук за перестройку и так далее. Но что тогда, то есть, отличалось протесты? Не складно, то есть, уже та система, значит, взаимоотношений общества и государства, коммуникации, появилось новое телевидение вторглось. Вот как сейчас вторглись все цифровое, так даже трудно сказать. Мы не успели сказать пейджер-политика. Она уже политика Инстаграма, уже Телеграм-политика. То есть, ну, все это, но это вот цифровое, цифровое сетевое общество, которое появилось. Вот оно, Масло, извинилось, но власть, управление государством и, ну, наверное, скажем, и политические партии к этому, в общем-то, могут построиться. Но есть кризис и среди них. Ну, прежде всего, давайте на лицо, значит, если берем Лукашенко и Байдена с, что, значит, обнуление Путина и Байдена с Трампом, что их объясняет. Кризис, значит, президентской системы власти. То есть, по большому счету, значит, нужно представительская и та иерархия в условиях нового, как бы, сетевого управления государством. Значит, то, значит, нужен ли президент. Вот мы видим, значит, сейчас Байден где-то обыгрывает на 5-6 пунктов по всем штатам Трампа на сегодняшний день. Ну, как это пойдет? Во-первых, как ворвался Трамп? Ну, я помню, когда в Украине мы с ужасом смотрели на Клинтона после понятного Буша. То есть, он был понятный, такой, и тут такой лохматый, непричесанный. Но вот политик после 68-го года пришел к власти. На Обаму мы вообще смотрели, никто в это не время, но два срока, и сейчас мы видим все-таки достаточно успешный, и не к чему придраться. То есть, как бы сказать, Обама-Гейтов я и не могу найти. Ну, трудно сказать. Вот, и, значит, кризис вообще этой президентской системы. Ну, в США вполне, значит, может есть представительская власть, может быть, значит, Сенат, Конгресс. И, пожалуйста, значит, ну, Госдепартамент тот, который проводит политики, то есть, ну, в роли как кабинет министров. Значит, ну, и понятно, что для их условий федерация президент остается, но мы видим, что, значит, человек сейчас, политика персонифицированная, человек настолько нагляден, настолько, значит, личная жизнь и так далее, под укол, значит, что политики становятся одноразовым, и, значит, при этом, когда определенные все идеи отходят на второй план, то есть, серьезных идеологий нет, которые как бы не являются таким защитным щитом, панциром для политика. Ну, вспомним 17-й год. Там зашкваров было у большевиков сколько угодно. Троцкий, камни, взыновные, вот перед революцией. Все это прошло тихо, их даже никого не исключили. За шкала каждой зашквар в партии Зеленского, значит, это вот начинают трясти эту партию. Вот последний депутат, пойманный на подставной взятке от НАБУ, значит, до этого Геолерас, до этого там все время трусится, качается эта партия, там даже с неудачной фразой случайной про «продайте собаку», обрушила рейтинг этой партии. То есть, все это происходит, что нет идеологии, и, значит, сам президент не запрещен. И вот мы видим обнуление Путина, потому и произошло, что вот даже для, ну, казалось бы, крупнейшей федерации мира, значит, Германия, где президент, вот США, ну, традиции, и вот Россия. Ну, действительно, все эти федерации. Но мы видим, что это уже не работает в России. Оно не работает дальше, и нет той консервативной, ну, президента должна быть, значит, мощный консервативный класс, управлен там, которым живется хорошо, успешный, с которым видно какое-то будущее спокойное. Ну, значит, как сказать, назвать, как муж для женщины младшего среднего возраста, надежный, как стена. Вот, значит, вот такое, значит, общество у нас по науке психология масса, она всегда женщина, значит, она всегда, лидер всегда, какой бы он ни был после этой жизни, он всегда для нее мужчина, он должен быть надежным, как стена. И вот это перестало работать. Перестало работать, и, значит, вот мы посмотрим, ну, насколько надежный, как стена Лукашенко. Понимаете, столько лет он продержался, потому что, действительно, для своего населения, для консервативных белорусов, значит, спокойных, так, людей простых, но очень надежных и серьезных, вот как люди на болотах, если еще смотрим, то есть, отвечаешь, значит, он действительно был много лет абсолютно надежным, и это перестало работать. То есть, для меня, например, если сравнивать, ну, обычно, когда спрашивают эксперта, значит, чему ты так где-то начитался, это, ну, я бы к своему личному опыту на родине нашего действующего президента я дважды делал выборы в 2010 и 2015 году. И первый раз я поразился, ну, значит, Кривой Рог, он такой консервативный, там мэр один был с 1974 года до 1994, и там, значит, следующий был до, как раз, до Вилкула, и вот следующий, представляете, с 1994 пережить все изменения волны новой буржуазии, передела собственности, всех, вот он, лидер, продержался, и его толкнули просто, так, молодой политик местный, Вилкул, который быстро поднялся во времена Юнкоша, значит, толпоставил своего отца. Почему? Потому что мэр на тот момент за свои, с 1994 года по 2000, он выжиг всю оппозицию. Он стоял, и вот никакой зеленой травы, если на тебя нападают, эту оппозицию может делить на конструктивную, она может всегда перейти на твою сторону уже, увидев другое, большее зло. Здесь это не произошло. Значит, то же самое мы видим, а, кстати, и следующий момент, говоря вот о кредитисе, то уже будучи на следующих выборах, и, значит, спрашивая, значит, почему вы поддерживаете Милого Бога, и после него в Кривовом Роге, и после него Семена Семенченко, фигуру, ну, такую экзотическую, из области политической экзотики, они сказали, а Вилкул скучный. Хотя он классный, мэр, да, классный, управленный, да, но он скучный. Это вот у современного избирателя, и, значит, вот то, что нам не нужно что-то надежное, нам нужно интересное, так инфотеймент, так веселые политики, достаточно интересные, это вот тоже изменило жизнь. Насколько может быть управленец, значит, Илоном Маском, значит, отвечая за государство, и Илон Маск всегда же делает что-то популярное, как только не популярное, у него падают акции. Значит, для государства быть полпопулистом управленец не может. Вот, что, значит, этот и показывает вот смену, ну, как мы говорим, что сегодня после политического модерна, который пришел 50, сейчас идет даже постмодерн, значит, достаточно странный, нас не интересует ни программы правительств, нас не интересует идеология. Мы смотрим, кто там что-то сказал, значит, вот кто-то, что-то, значит, какой-то чиновник уволенный, раньше бы такого не было, но вот для меня вот показатель, опять же, то, что у нас не проблема, то есть, в общем-то, с социальным и политическим классом, а проблема с организацией государства. Ну, вот ушел Богдан, и вы понимаете, значит, ну, можно ли бы вот это четырехчасовое интервью, можно ли ему доверять? Понимаете, вот только слышишь фразу, что он холост, но имеет четырех детей. Значит, мы сами понимаем, холост, значит, четырех детей, ну, значит, все-таки разведен. Никогда не был, но имеет четырех детей, значит, ты сразу этому человеку просто не доверяешь, и поэтому, ну, я думаю, из собеседников Гордона это был, наверное, самый, которому нельзя доверять. Ну, и вот то, что он действительно, как бы, о Зеленском, как тот, что принимает решение, что, значит, ну, понимаете, кому приятно слышно, значит, что, значит, президент всегда советует со своей женой. Это нормально, были Горбачев, есть Макрон, все класс, значит, пусть советуется. Но, значит, ну, еще и с Колей, значит, Аболонским, значит, ресторатором из Киева, достаточно смешным товарищем, которому, значит, президент во всем доверяется, ты сразу понимаешь, что прогнило что-то в королевстве Датском. Вот, и понимаете, вот это первый, значит, вот первый фактор, это то, что мы видим, это кризис президентской вертикали. Второй очень важный момент, значит, это кризис партийный, кризис партии. Почему? Партии всегда отображали интересы определенного класса, то есть богатых, бедных, ну, грубо говоря, среднего класса, бюргеров, там, значит, тех, кто бюджетников, значит, наоборот, предпринимателей, ну, как и либералы, консерваторы, то есть, как определенных взглядов, значит, партии перестали абсолютно делать эту функцию. Поэтому проблема того же Порошенко, ой, Лукашенко, да и Порошенко, кстати, вот он создал, конечно, свою партию, но она настолько старомодная, ну, как бы сказать, Ева, она винтажная партия, армия, мова, вера, это винтаж, это действительно что, он не вписался и проиграл абсолютным, значит, популистам, на которых мы все надеялись, и которые, значит, при всех раскладах, значит, сегодня зеленая партия, это недопартия, то есть наши слуги народа. Вот почему и интересные местные проекты. Так вот, партии выполнялись, они перестали быть, значит, организованными группами политико-экономических интересов. Вот понимаете, вот есть Зеленский, а потом ищут под Зеленского, родственников, знакомых, значит, то, что сказали, ну, извините, у нас все клоуны уже кончились на губернаторов и мэров, ну, честно говорю. Оно классно, это вот действительно инфотеймент, они интересные, но и они уже кончились, из Филимонов для Одессы, это перебор, вот, значит, но и мы не видим, как бы сказать, значит, вот то, что идут подготовленные управленцы, и они действительно, значит, представляют определенные интересы. Можно вас вернуть на секундочку, вот почему партии перестали выполнять эту функцию? Может быть, потому что, как вы сказали до этого, теперь идеология уже не имеет такого важного значения, нет, все это имеет кризис индустриального общества, если мы помним, то партии все-таки классные, то есть промышленники, то есть там, значит, в партиях прошлого века огромное значение играли профсоюзы, ну, кроме Советского Союза, у нас они выродились, значит, а, значит, именно профсоюзы, которые защищали права наемных работ, значит, там, где действительно, и вот эта форма ушла, зеленые, ну, зеленые к власти приходили только один раз из-за кризиса ФРГ, скандал, значит, с концернами, которые делали еду и лекарства, которые лечили от еды, вот это в 70-х прошло, это вот единственный раз было, сейчас это забыли, но сейчас как раз эта тема очень возвращается, ну, среди конспирологических споров вокруг пандемии, но реально это в истории уже было, просто все забыли. Да, забыли, я даже не знала, если честно. Ну, вот, кстати, тогда было много и фантастики, но у нас это проходило, нам не говорили о проблемах ФРГ, но это в фантастических рассказах про экологию, вот это появилось, самые красивые мультики фантастические у нас оттуда, но это вот отголоски тех протестов, вот, но и, значит, дальше, значит, какие группы, понимаете, мы не знаем, значит, сама система представительской власти, значит, ну, скажите, западный избиратель считает свой бюджет, мы еще не привыкли, у нас только растут наши дети, значит, то есть 30-летние стали, значит, четко считать свой бюджет, и когда бюджета хватает, вступать в брак, поэтому позже. Мы не привыкли его считать, считая свой бюджет, и, значит, вот, когда мы там, нам обманывают, повысить налоги, уменьшить налоги, значит, или никто не знает, повысило правительство прожиточное минимум, ура! Тут же, значит, депутат Дубинский кричит, но это же гораздо больше убивает наш бизнес, которому приходится отчитываться с большими суммами, наоборот уводит. То есть все это имеет разные, как бы сказать, стороны, любое решение, значит, ну, как и в самом понятии наука-экономика. Правильно распределить ресурсы, ресурсов не хватает, больше, то есть в одну сторону больше, другую меньше. Также все время идет с налогами, которые принимают наши представительские, значит, органы, должен быть консценсус. И здесь это получается тоже достаточно, вот, сложно. Кто-то должен это лоббировать. У нас это происходит, лоббируют всякие такие, как правильно теперь говорит Зеленский, бактерии. Вот, ну, у нас там есть такой бактерий, который протащил тендерную палату. Помните, когда мы все думали, класс, теперь все будет обсуждаться, куда, значит, сам Яценко и семья Яценко, папа, мама, знакомые. И теперь все, сейчас они все время тихонько протаскивают для риэлторов, что, значит, за каждую справку для продажи ты должен заплатить Яценко 1000 гривен. То есть, и так далее, и так везде, значит, вот бактерии воспользовались всем этим здорово. Значит, система перестала работать. Нет закона хотя бы, то есть, но нет понятия оппозиция. Кто сегодня оппозиция? Все, кто не власть? А кто не власть? У нас они все такие разные, все голосуют, значит, и у них нет программ, поэтому, ну, вот у нас есть евроатлантический выбор. Значит, и, значит, устроенно пророссийские партии, которые совсем не пророссийские. Им просто выгодно играть на взглядах электората, русскоязычного электората Восточной Украины. То есть сказать, что они прокремлевские, вообще это нереально. Ну, вот так это называют. Вот у нас как-то все это в стране делится. Выглядит это забавно. И, значит, если отнести назад этот момент к 60-м годам, вот к протестам, вот 50 лет назад, когда была прошлая смена, а сейчас идет новая, то тогда пришли в политику активно транснациональной корпорации. Я бы назвал их словом интеграторы. То есть, ну, корпорации пытаются интегрировать, создавать, ну, почему? Потому что выгодно работать, не надо платить разные налоги в разных странах. То есть за европейской интеграцией, значит, ну, не трансатлантической, а европейской интеграцией стоят всегда интеграторы. Да, за атлантизмом, конечно, стоят американские интеграты, которые хотят переложить в свои проблемы, значит, экономики, в общем-то, США, на Европу старую, что успешно и делают. Ну, что сейчас уже и в Украине успешно делают. Вот нам этого аукается, раньше мы бы даже не подумали лет шесть назад про это. Вот, то есть, вот пришли интеграторы, и мы сейчас, вот Украина попытается влезть в этот поезд, уже когда не работает сама интеграция. Не, значит, опять же, уходит, то есть, влияние на политику транснациональных корпораций. Ну, давайте, скажем, за ними демпартия. Вот их сейчас красиво перебил Трамп. Насколько он удержится, значит, они идут вместе с Байденом в реванш, значит, но, значит, когда он говорит опора на национальную политику, то есть, ограничение мигрантов там и так далее. Это как-то Трамп такое говорит. Ну, да, ну, понимаете, вот все, что относит новый глобальный, либеральный мир глобализации, это всегда вот связано вот как-то с демократами, вот мы видим, то есть, эту борьбу. Так вот, кризис этих идей, когда что мы где-то объединяемся, значит, на разных принципах, вот, например, евразийская интеграция, ну, там единственное восстановление чего-то вроде СССР, что, значит, тоже не вписывается, не имеет будущего. Это вот проблема, что, ну, опять же, опять же, смотрите, кто приходил раньше в актив партии? Когда сейчас в партии, вот, прямо вот на нашей студии когда-то находилась партия еще, то есть, меня поразила подольская организация НДП, туда рядом, вот, и меня поразило, когда я впервые увидел, значит, сотрудников партии, а где вас, знаете, как вы попали в партию, задал я вопрос, в рейтинговом агентстве. Я с удивлением понял, что пошли сверху барыга, тогда у нас олигархи сверху, значит, давали деньги на, значит, районные партийные структуры, и ничего лучшего не проверять, подходят ли тебе наши взгляды, как тебе наш лидер. То есть, находили сотрудников, там, партийных психологов, дальше управленцев, значит, в рейтинговых агентствах. Берем партию Шария, ну, там, значит, вот, то есть, уникальный феномен, кстати, я сейчас за последние несколько недель объехал, значит, часть областных центров Украины, смотрел, действительно, партийные социологии, рейтинги. Одесса, Херсон, то есть, Житомир, Сумы, значит, Полтава, Харьков, вот, и, значит, рейтинг, конечно, партии Шария высок, но как эта партия создавалась, знаете, говорят, из чего-то и палок. Почему, значит, изначально это, значит, как бы его информагентство, ну, помните, Белогласова и другие, это 4-5 их журналистов, а и год назад наняли они во главе с Ваней Мамчаром, значит, 12 молодых, как бы сказать, айтишников в Харькове, так, всем до 25 лет, а то они поехали, его компанию они ввели где-то из, я могу перепутать, или из Испании, или, ну, но где-то вот там сидели эти, не знаю, человек, и вот это вот и распиарили, и что получилось, здесь же за счет чатов люди вот выходили, толкались с нацкорпусом, значит, вот, ну, а переписывались со всем, это вот чат-партия вот такая, вот она и даже и до сих пор, телеграм-чат-партия, вот, ну, и вот этот феномен, что, и потом подача, что все эти структуры потом отобросили активистов, начали набирать уже серьезных людей, которые имеют экономические интересы, тем более, значит, харьковские спонсоры этой партии и, как бы сказать, депозитарии, те, которые держат партийную кассу, ну, 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 или в государствах, или в соглашениях, вот депозитарии этой партии, значит, конечно, это харьковское семейство, и известны бизнесменов там, где вот уже пошли, вот сейчас у них все время меняются, не справилась одна команда, вторая, и ставятся, то есть люди уже чуть-чуть по типу франшизы, в Днепропетровске, в Запорожье и так далее, но это вот, меня они интересуют, и действительно, как партия будущая, которая оседлала вот соцсети. То есть технологии? Ну, как бы сказать, ну, 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 смотрите, появилось радио, изменился политический мир, значит, ну, там, как бы сказать, Адольф Гитлер мог бы стать, кажется, без радио, я не уверен, значит, там, там действительно немцев, его вот эти речи, как раз, то есть, ну, дальше Рузвельт без этих, как бы, воскресных радиовстречек у Камина тоже, значит, где-то изменил, как бы, политическую картинку в США, то есть радио, потом телевидение, вот сейчас вот соцсети, и, значит, и вот, и у нас таких проектов два, значит, ну, не знаю, значит, они оба называют себя недопартиями, значит, ну, потому что Шарини до партии называют слух народа, значит, но вот, и снова критиковать слух народа, значит, я в нашем эфире не могу, знаете, не потому что я трус, а потому что с точки зрения национальной безопасности критиковать партию, которую возглавляет президент, ну, не совсем для патриота нормально, значит, ну, это так же, почему, и я не особо хочу критиковать партии в других странах, которые возглавляют президенты, тоже это неуважение, так, в какой-то мере к страде, хотя, значит, можно было бы, но вот здесь вот такой маленький момент, если мы вот, как бы, выглядит как бла-бла-бла, потому что чуть-чуть только касаемся, рисуя так разными мозгами, картинами, значит, ну, вот я бы хотел привести, значит, что произошло на этих выборах в России. Наша, ну, вот, понимаете, скучная партия, вот, Единая Россия, вот она, ну, как у нас одноразовых проектов подобных был, значит, и наша Украина, и Народный фронт, вот, значит, такие вот, как шприцы, они раз и использовались, потому что там, значит, за счет она выиграла выборы, за счет того, что руководит внутренней политикой в России, вот, кстати, это Сергей Кириенко, он абсолютный техноград, и, значит, когда нет хороших идей, значит, ну, что было придумано? Голосовать в течение трех дней раз пандемия. Это, значит, партия власти, весь свой электорат помогает использовать по максимуму раз. И второе, что, значит, произошло, значит, у него, как нормального управленца, у него есть курсы губернаторов, они к тому, как в Ингубарии их растят, а потом регионам, значит, на выборы поставляют. То есть, значит, логично это, нелогично, но так было всегда в Советском Союзе, и в крупных, и, то есть, значит, крупная партия, значит, ну, то, что местные интересы, которые, благодаря тому, что мы, значит, переписываемся, у нас соседские чаты, значит, там в дворах, ну, смотрим, значит, чья мама машину неправильно припарковала во дворе. То есть, вот, значит, вот местные проблемы, благодаря соцсетям, еще не дошли до того уровня, их учитывают, но прежде всего, значит, Кремль дает хороших подготовленных управленцев. Причем, значит, все равно где-то в ЛДПР победил, от ЛДПР победил, там было, по-моему, 13 губернаторов они изобрали, кто-то один победил. Несколько самовыдвиженцев, те, кто не договорились, но мы посмотрим, что я вообще не вижу успеха. Вот у него главная гитара политического портия, значит, все-таки единая, единороссы, а вторая, значит, справедливая Россия. Вот я бета-вокала на этих выборах не услышал совсем. Хотя изначально вот пытались, как бы, играть в несколько политических сил. И, значит, сегодня, значит, мы действительно видим, что, значит, критика лидера, у нас лидер на, как бы, под огнями вот этих новых социальных рамп очень быстро сгорает. Значит, что и, значит, и, в общем-то, вот такой тефлон, вот у нас был в Украине один тефлоновый политик, Юлия Владимировна Тимошенко. То есть она, как бы ее не доверена, но и сейчас, но Путин был для России. Вы сказали, был. Нет, Юлия Владимировна осталась. Вот. Но меня, что смутило сейчас в регионах, что, когда говорят о партии Батьковщина, уже не говорят партия Тимошенко, а говорят партия Таруты и Тимошенко. Вот это меня уже смутило. Это в каком-то регионе, вам так усказали, интересно? На югах. Это Одесса, Херсон и даже Житомир. То есть так, ну, извините, это мое субъективное мнение, я не навязываю, но это то, что меня, как политолога, поразило. Вот что-то новое. То есть лидерская партия, значит, ну и никогда Тарута и создавал свои партии, но никогда лидером не был. Он такой не очень презентабельный. Значит, ну вот оказывается... Наверное, ездит по регионам, хорошо агитирует. Ну, да, тут активность политика, тем более это связано и с некоторой, ну, из-за болезни, меньшим участием лидера партии Батьевщина, пока она только выздоравливает и выздоровление ей. Вот, но мы видим, как сгорел Зеленский абсолютно, понимаете, то есть, казалось бы, политик, который всем нравится, который, значит, он обаяет любого запада, любого сердца раскатопит, вот его для этого как тамаду или всегда и приглашают. То есть, вот, казалось, и тоже вот это вот сгорание мощнейшее, из-за того вот софиты, рампы, современной политики, этого никто не выдержит. Так может, теперь это всегда будет? Может, теперь это будет понарастающе? Ну, вот Батька, вот смотрите, ну, вот такой Батька, это, ну, как мы его можем сравнить, ну, Зубер такой, ну, динозавр, нельзя сказать, но он действительно, значит, понимаешь, со многих сторон к нему как к политику можно относиться к уважениям. Значит, сказать, что он последний диктатор Европы, ну, дайте, переведите любого европейского политика в эти условия, значит, ну, я думаю, что Боря Джонсон был бы в три раза более страшным диктатором, но он же яркий, и вот любые его эмоции выскочили бы, это вот такое что-то, значит, чем Лукашенко. Макрон бы тоже мог тиранище, если бы он был в той ситуации, где нет у тебя, есть слабые политические партии, и поэтому ты не хочешь их расти, и никакие психические заболевания, на которых сейчас говорят, что вот у него там заболевание, значит, у Лукашенко, ну, извините, в истории вот все параноики всегда и приходили к власти, это прекрасно, то есть сказать, значит, политик и не параноик, уже большой вопрос, ну, значит, это... Это такое утверждение сомнительного характера. Не, ну, извините, если, понимаете, вот, как бы сказать, настолько консервативно, надежно и громоздко только политическая система Германии, вот там Меркель может находиться. Вот помните, когда, значит, когда мы говорим о подходах разных нас, что говорим, там, французы, там, на тему, значит, написали бы легкие, значит, страницы, значит, что, значит, интимная жизнь слонов, вот, значит, американцы, комикс 33 страницы, там, все, что вы хотели знать о слонах, но боялись спросить, и, значит, и только немцы десятитомное введение в слонологию, вот, значит, введение. Ну, на самом деле, когда вот как политолог, как заказчиком, вот у нас некоторые лидеры партии сами пишут все программы, ты смотришь, а как переписать, я говорю, вы знаете, вот есть такая немецкая наука, программатика, как правильно писать программы, а до тебя кусится, а что ты сразу получаешься винтазный, олдскульдный политолог, а ты, ну, никто этого не отменял, значит, но там все равно это же вымеренно, вычленно, значит, это надо адаптировать, но это основа. Подождите, ну вы же сами сказали, что программу теперь никто не читает, что их писать, пиши, чтобы опалываться. Извините, вот что я обратил внимание, значит, обратно, наши, значит, цифровые, значит, если слуги народа сказали, мы центристы, мы не знаем кто, то есть, значит, и расплылись, растеклись, портят себе, я так думаю, на парковой площадке в спорах, значит, ну, выпьют там столько красного вина, там прекрасное красное вино, столько же и крови, литрами, значит, обсуждая вопросы, не приходя никаким, я так и представляю, Арахамию и Корниенко вместе, вот как раз они больше подходят под... Споры об идеологии. Да, о партийных проблемах, ну, да, и приткнувши к ним Кравчук, она у них за идеологию отвечает. Вот, но, значит, с другой точки зрения, вот, как бы сказать, шариевцы подают себя, их политехнологи, то есть, уже как самую прогрессивную партию. Они уже, значит, правда, они намудрили, написав про свою, открываешь, у нас есть идеология, но какая у нас идеология? А вообще у нас нет идеологии. И перечисляются, мы и консерваторы, мы и прогрессисты, и, значит, кто... и ты так вот читаешь, но, значит, оно для всех, кто что ищет, пожалуйста, для нас у нас есть, но это не то, что вы думаете. Вот, но, значит... Но с таким же лозунгом шел и Владимир Зеленский. Ну, они это... не, ну, они так надеялись. Но это же, вы понимаете, это вот то, что мы обсуждаем, как избежать вот этих рамп. Значит, каждый тебя представляет сам, и мы только обещаем главного героя, а он может до конца фильма только в финале появиться, покланяться, вот такой ход, и, значит, и сразу удрать, потому что очень занят. Но не выходит. То есть мы все более интересуемся различными вопросами, и, значит, благодаря смартфону... Кстати, наверное, правильно сказать, не соцсетей, программ много, значит, но у нас, значит, основной гаджет смартфон, и, наверное, мы, значит, вот, Люда, сейчас придумали новый термин. А, ну хотя, господи, нет, Зеленский. Правительство, политика смартфонов. Не, но то, что происходит, пришло время, вот, как бы сказать, протесты, опять же, в смартфонах, они же в Белоруссии. То есть они... То есть что получается, политики в смартфонах, протесты? То есть у нас все, не, ну все же координируется, лидеров нет, идеологии нет, программ нет, но мы объединяются, группы соединяются, значит, они в основном через смартфон. Значит, это база, но всю эту базу, знаете, выигрывает не тот, кто у всех одинаковый, у всех партии есть по смартфону. Значит, ну плюс у ПЗЖ есть три канала. И, значит, и какой-нибудь лидер ОПЗЖ приезжает в область, и Громниц говорит, ну давайте вы делайте местный выбор за свои деньги, мы вам поможем нашими каналами, значит, тремя телевизионными, и, значит, вот они там 10% везде так в своих регионах четко имеют и могут дорасти до 17%. Вот падает слуга от своих 50, уже, значит, где-то, значит, до 20, по основным регионам резко падает. Но тут еще надо сказать, что у нас сейчас нет социологии, значит, по регионам точной, по простой причине. Когда мы делаем выборку, мы должны сказать регион, потом пол, занятия и так далее. Так вот, регионы мы, значит, 17 июля их перерезали, и поэтому, значит, действительно трудно сказать. И второе, новый избирательный кодекс, значит, там, где по партийной списке. Значит, тут партии есть, у партии нет каких-то общих интересов, где есть лидеры, которых мало кто знает. Значит, вот что дало, значит, где у нас, значит, мало кто знает. Поэтому вот партийные сферы тоже меняют эту социологию, и социология играет, но все равно четко, можно сказать, падают, значит, слуги, значит, поднимаются в какой-то мест ночные проекты. Почему, господи, там всегда путаешься. Вот, например, есть нам тут житы. Значит, и вот, значит, и проблема в том, что, как бы сказать, проект абсолютно херсонский, местного там депутата Колыхаева, партия личная, значит, и нормально не играют, но, значит, некоторые сферы пишут, в Харькове нам тут житы. И ты, значит, под, ну, выводят. Ты думаешь, смотрят, и тут, значит, до тебя доходит, что в партии тоже местной Кернеса, успешный Харьков, у них лозунг нам тут жить. Значит, и, значит, просто... А в Киеве же тоже тут есть такой кандидат, который тоже об этом же говорит. Нет, ну, это же как бы вот сама путаница, новые проекты, но, понимаете, на этом фоне сейчас будущее за теми, кто, значит, организован, и кто сегодня более организован. Те, кто организовываются в смартфонах, они их переманивают активно, там, значит, идет от, как бы сказать, восторга до разочарования, очень короткие, но на местах, вот наши регионалы, регионы, но, значит, и в большом мире, мы локализация интеграционных проектов, мы говорим интеграционное, то есть, союзное государство Россия-Белоруссия, значит, будущее Евросоюза и так далее. Разница от местных проектов, значит, здесь больше находится общих, значит, для наших, ну, тут как бы показываешь, что общее направление и сразу внутренняя политика и внешняя, я боюсь, что у кого-то, значит, сразу сказали, странный политолог, когда так смотрит на вещи. Но, значит, что происходит, что вот есть интересы, поэтому для Украины мы видим, то есть, я вот вижу для меня наиболее интересный проект, который вот складывался, вот первый местный край, он назывался «Наш край». И вот сейчас «Наш край» обратно вот так вот набирают, и есть еще два таких проекта «За Майбах», «За Майбутня», но это больше «Палицах», то есть он связан с ГВД, и пропозиция, связанная с непропетровцами Корбором и Филатом. Вот этих три проекта сегодня наиболее интересны, потому что они растут, значит, наиболее межрегиональный, вот, или «Трансрегиональный», «Транс» это сквозной в переводе, извините, просто у нас все привыкли к транссексуалам, и, значит, и поэтому, когда говоришь «Трансрегиональный», боюсь, меня опять не так поймут. Ну, опять же, политика смартфонов, коммуникационного, на все накладывает, приходится переводить, как бы со смартфонного на общий, на сленга. Да, значит, и можно сказать, значит, простое, что вот они имеют будущее, потому что, ну, грубо говоря, понимаете, вот что такое партия Зеленский? Это зонтик, есть зонтик Зеленский, значит, и сверху вниз создается партия под него, но это ненадежно, а вот те, которые снизу идут, а потом они объединяются, это гораздо больше надежная и перспективная структура, плюс, значит, ну, и как раз в этом мы видим эффект. Давайте обозначим еще одно важное слово, если объединяются, потому что мы же видели в своей истории не раз кучу мелких партий, которые создаются исключительно под местных лидеров, они пытаются быть транс-региональными, как вы сказали, они играют только на местных выборах, потом они просто сгорают, как звездочки, или потом их снова вынимаются из сундука. Как священная книга нам в помощь. Теперь, да, да, теперь там уже партии, хочешь, не хочешь, ты вынужден, дальше идут парламентские выборы после этих, и, значит, хочешь, не хочешь, все идут на выборы, думая о следующих. И опять же, значит, сегодня для Украины эти местные выборы во многом важнее, чем прошедшие по-парламентски. Вот они определяют, вот как появятся вот эти основы, эти, ну, как бы столпы, платформа, на которых и построится новая политическая система. Плюс на которую наложится смартфон, ну, как бы наши сетевые подходы, на которые наружатся новые подходы к идеологиям и к программам. Программы начали читать. Значит, по Киеву, опять же, есть плакаты, значит, где у нас, ну, в основном это вот такие винтажные солидарности. Ну, какая винтажность партии, там, значит, пять лет, значит, ну, значит, кандидаты пишут, что, значит, кто поддерживает нашу идеологию, пишут на кого-то, то есть уже это слово идеология возвращается. Вот, да. Андрей, я бы хотела все-таки вот какой нюанс с вами согласовать. Вот смотрите, я, конечно, понимаю, что у нас там и политика в смартфоне, и протесты, и много чего происходит уже в виртуальном таком мире, и это как-то двигает то, что происходит в реальной жизни. Но как вы считаете по своему опыту, в какой момент реальная жизнь, ну, можно много чего рассказывать, можно рассказывать, что мы будем жить как угодно, но потом мы-то в большинстве своем живем в реальной жизни, вот большую часть своей жизни в какой-то реальной, где мы там ходим в магазины, растим детей, помогаем родителям, о ком-то заботимся, и это наша реальная жизнь. Вот в какой момент вы могли бы прогнозировать, что вот эта виртуальная политика, она снова станет менее популярной, и мы, возможно, вернемся более каким-то реальным вещам. Почему я об этом говорю? Потому что была такая замечательная тенденция, когда в какой-то момент стали закрываться все книжные магазины, потому что это было не нужно. Стали закрываться газеты, и газеты стали переходить в интернет, потому что ну зачем? И вдруг вот в последнее время я обнаружила, что даже на Западе стали открываться новые книжные магазины, газеты стали возвращать печатные форматы, потому что снова даже новое поколение, которое я там, может быть, никогда и не помнила, вот таких газет, оно снова хочет этого. То есть вот возвращение, это цикличность, вы ее прогнозируете или нет? Понимаете, как бы сказать, я бы сказал не возвращение, я бы назвал это новой реальностью, реальность, в которой виртуального гораздо больше, чем... У нас, значит, как бы разница между виртуальным миром и реальным все менее как бы смешно. Ну, грубо говоря, что мы нам предлагали в 90-х годах? Общество потребления, прекрасно живущий средний класс. Значит, сейчас мы смотрим, кто как отдыхает на островах, все это забито у нас, значит, картинками. А сами, значит, ну два раза как бы слетали в Таиланд, в Египет, но сейчас в Турцию вернулись. И это все. Ну и как бы вот наша, то есть как бы наш пятидневный тур там в Турцию, мы накладываем себя, со всем этим миром общества потребления. То есть мы вот благодаря тому, что все время тебе идут эти предложения, ты как бы считаешь частью себе этого мира. То есть частью вот такого нового, значит, как бы сказать, грубо говоря, если сравнить новую реальность, то есть мы живем как бы в таком, значит, если брать политическом акционерном обществе, где олигархи, власти и крупный, ну, то есть крупный бизнес, так, может быть, имеют большинство акций, а мы миноритарники, и, значит, нам нужны сегодня партии, чтобы себя таким способом защищать. И, значит, не возвращаются книги в том смысле, как раньше. То есть оно, конечно, значит, для того, чтобы представлять, как бы сказать, есть свободное время, и в сущности, значит, ты хочешь показать, что ты не весь завязан на смартфон или, значит, ноутбук, на планшет. Ты, значит, как бы сказать, как бы высший пилотаж, что вы с друзьями решили, наметили две-три книги, которые вы обсудили, а потом собираетесь их обсудить. Это еще проблема, почему возвращаются книги? Проблема общения. Вот нам сейчас, значит, мы, ну, как бы, вот американцы давно обсуждают телегероев, сериалов, то есть они живут в этом. Мы меньше в нем живет, ну, как, вернее, меньше, да, и зауры жили. Вот с заурой тоже изменились. Но, значит, опять же, все вопросы и, как бы, ты в переписке. Вот для, значит, личного общения, что ты не будешь? Это вот ты красиво говоришь, что вот мы прочитали, договорились, прочитали книжки, а потом собирайся и с друзьями, по ты кофе или там румочку, значит, так, как батька кажет, значит, все это обсуждаем. Значит, ну, это вот общие философские вещи. Если говорить о реальной политике, значит, что у нас реально произошло в Сочи? Значит, во-первых, мы должны сказать, что есть все-таки несколько групп, значит, влияющих на политику. Значит, я вот как раз... На политику какую? Российскую? Российской Федерации по отношению к странам ближнего зарубежья. Значит, всегда там были интересы, и мы, значит, если помним про ужасы тирана Тимошенко, ой, ой, о Лукашенко, извините. Ничего, продолжать пришла. Хотя, вот, может, для позиционирования и в нашей системе Украине нужны тираны, и настоящие только женщины. Рука покрепче. Да, и только женщина. Может быть, для этих местных выборов было бы хорошо. Так вот, Лукашенко, ну, мало кто помнит о его расстрельном пистолете, мало помнят, вот как у нас, например, эти были... У Лукашенко ведь не было ни, значит, дела Гангазгейта, не было Кольчугейта. У него же не было. У него все было меньше. Значит, почему? Потому что журналисты, которых считалось убитым из расстрельного пистолета, значит, как... А все это, кстати, продуцировал тогда СМИ, значит, господина Березовского. Значит, Лукашенко нашел этих журналистов в Германии и привез, значит, которые были расстреляны, показывали, где их закопали и так далее. Но это, опять же, 90-е годы. Но сегодня, значит, вот как мы видим, ну, ничего не происходит. То есть разгон этих акций гораздо слабее, чем Макрон во Франции, или, значит, берем, значит, Добрую Британию. То есть оно, ну, причем и культура протестующих, то есть баррикады более жесткая, но, значит, ну, даже США не странно, но все равно вот его тиранам. Значит, в чем отличие нынешней ситуации в Беларуси? В том, что Россия впервые после, значит, Бориса Абрамовича и тех времен стала раскачивать во всю Беларусь. Они устали от батьки, который, хочешь не хочешь, но интересы своего государства так олдскульно, так, как старая гвардия президентская защищал. И, значит, есть группы бизнеса различные, то есть, значит, причем формально либерально прозападные, вот такие, как господин Кириенко, которого все-таки он был же и главой Союза правых сил, а сейчас руководит и не только, как бы сказать, внутренней политикой России, и проводит и пенсионные реформы, и выборы, и обнуления, вот, но одновременно вот и протесты. Значит, им интересно, чтобы захватить активы белорусских предприятий, поставить на колени, что батька не дает. И в данном случае, конечно, все это раскатывалось, как бы, и я вот смотрел белорусские агентства, вот они там, говорит, захватили там в гостинице Минск, группу, как бы, руководителей протестов, которые, ну, раздают деньги, значит, которые связаны с Литвой и Польшей, и такую же группу, которые, значит, тоже раздавали деньги, но они из России, то есть там важно раскачать, где в этом даже политика хищника, знаете, вот, когда другие хищники доезжают, значит, но, значит, вроде бы и твоего дурного, хищник не может тоже не оторвать и свой кусок, значит, где. Но, значит, в данном случае то, что произошло в Сочи, вот, сейчас, значит, то, скорее всего, это желание сделать батьке лоботомию, превратить его в овощ. Также, значит, не против россиянин какой-то... Вы имеете в виду что? Это, значит, лишить его влияния? Ну, его действия, чтобы он никак бы не влиять. Вот они... То есть, чтобы он выполнил все, что нужно? Ну, то есть, стал более, как бы сказать, марионеткой, ну, по-старому. То есть, значит, конечно, это мало, значит, Баутика и, умирая, значит, и, как, значит, по политским традициям будет сопротивляться. То, что он сейчас и делает, пытается играть. И, понимаете, ну, для меня, значит, вот такой яркий политик, который так умеет, как бы не быть, я бы, ну, среди, как бы, постсоветских политиков сравнил его только с дипломатическим гением Шаварнадзе, уже будучи президентом, значит, больше мне тут и сравнить, так бы, не с кем. Ну, вот его заставить. Такая же судьба Лоботомии ждет и молдавского лидера Дадона, который он самый пророссийский, но он их тоже не устраивает. Тоже, значит, и, как бы сказать, в этом они, россияне, ищут поддержку и Запада. Да, им так удалось в Молдове свергнуть там единственного олигарха, который, друга нашего Порошенко. Плохотнюка. Да, который год назад сбежал, вот, значит, потому что по договоренностям с Западом. И вот, значит, сейчас, вот, как бы, ищут вот этих лидеров, чтобы и в Белоруссии, и в Молдове, и в Украине были более мягкие, значит, для этого, ну, вот, и, скажите, ну, вот зачем России сейчас встреча в нормандском формате? Сами, значит, им, значит, как раз только для того, чтобы, ну, формально, значит, что, как говорят россияне, Козак, что выполнила Украина, то есть, ну, это перемирие, ну, как бы. Да, причем все удивляются, почему, как бы, до сих пор оно продолжается, почему, потому что, значит, ну, как политика в смартфонах работает, значит, ну, и как так, там, наши морские пехотинцы, там, такое пишут, значит, никаких там переговоров, и, значит, их никто не может остановить, это право человека, что он, как бы, пишет, а тиражируется везде, и, значит, что вот мы готовы, и никого не будем слушаться, и откроем огонь, и, значит, другое, значит, здесь ветераны, патриоты, и, значит, хоть их немного, значит, нет капитуляции, и, значит, ну, и поэтому России надо, как бы, пролонгировать, чтобы как можно больше продлевался, как бы, соблюдение, ну, как бы, соблюдение, перемирия, ну, не, то есть, налить, то есть, отсутствие огня, я просто соблюдать, и отсутствовать у меня не складывалось. Вот, значит, и это вот абсолютно понятно. С нашей стороны, значит, Зеленскому все время, значит, ну, понимаете, он прекрасный политик, обаятельный, но, значит, никто, значит, ну, очень не смелый, значит, как-то, то есть, вот он увидит много угроз, это его и кортежи, и переезд, ну, там, в том смысле, не смелость, и переезд в бывшую резиденцию Ющенко, и так далее, то есть, вот его легко напугать, хоть он и сам принимает решения, может быть, и есть такие решения, помните, как распустил он парламент, такое отчаяние Зайца, прижатого к стенке, как, вот, прекрасная комедия уже постсоветская, Зайца над пропастью Пробрежнева в Молдове, отдыхающий. То есть, вот так же, вот, как Зайца над пропастью, когда вот принимает, но как только его чуть-чуть отводят от пропасти нашего Зайца, и у него получается эта теплая ванна, и вот он начинает всего бояться. И вот, значит, в России это отлично понимают, и если Зубру, например, белорусскому легко сделать лоботомию, Додону, который тоже не совсем, как бы сказать, его постоянно шатает Европа, тоже, значит, легко поставить на место, то здесь игра, значит, только, значит, это определенный нормандский формат, нынешняя встреча, ловушка для нашего Зеленского, значит, выставить его, как абсолютно неспособным к продолжению мирного диалога, что для него на местных выборах, и так теряющий каждый день, значит, под рампами и софитами нашей смарт-политики, рейтинг, значит, для него это самоубийственно, его, то есть, если против батьки проводится лоботомия, то Зеленского сейчас лоботомию будут только пугать, вот, и вот этот нормандский формат, встреча для него, это вот такой уровень, ну, кроме того, значит, я обратил внимание на последнее заявление, значит, сепаратистских организаций, непризнанных республиках по обмену пленными, значит, что они... То есть, что они выставили новые условия, что обмена пленных не будет, тех пор пока не будет принято, переголосовано решение по местным выборам? Ясно, что за этим стоит, конечно, Кремль, то есть, и это вот как раз вкладывается в мой вот такой тренд, что вот, значит, лоботомия для Зеленского, как запугывание. Андрей, спасибо вам огромное, спасибо, мы так и не заметили, как проговорили час, спасибо, были очень рады вас видеть. Мне как раз неудобно, что заболтал. Нет, наоборот, мы с удовольствием вас слушали, спасибо большое. Ну, извините, бывают прекрасные эксперты, хорошие, а бывают вот такие, как я. Так что прошу извините наших зрителей. Андрей Мишин был сегодня у нас в гостях, за что мы ему очень признательны, и мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon, и нашему другу, партнеру, медицинскому центру Prisma. Спасибо вам огромное.